Всемирный конгресс по журналистскому образованию, ЮНЕСКО и Европейская ассоциация журналистского образования провели на базе ЮРГУ «Международный круглый стол» на тему «Журналистское образование в эпоху социальных сетей и искусственного интеллекта, цифровые технологии и нравственные ценности». Форум объединил представителей ведущих журналистских школ всего мира. В круглом столе приняли участие учёные-преподаватели из университетов Нидерланд, Бельгии, Румынии, Македонии, Малайзии и других стран мира. Во-первых, у нас участвует Ника Дрог, а он вице-президент Всемирного конгресса по журналистскому образованию. У нас участвует Эрик Нахан, а он президент Европейской ассоциации журналистского образования. Здесь же в круглом столе работает Надя Виссерс, она исполнительная директор Европейской ассоциации журналистского образования. И от ЮНЕСКО в нашем круглом столе принимает участие Гай Бергер. С нами работает декан журфака МГУ Елена Леонидовна Вартанова и очень многие другие крупнейшие специалисты в области журналистского образования из университетов всего мира. На форуме работали три секции на английском и русском языках. Участники обсудили такие темы, как влияние искусственного интеллекта на журналистское образование в цифровом обществе, профессиональные и этические ценности журналистского сообщества в эпоху социальных сетей и искусственного интеллекта, динамика журналистского образования от классической литературы к VR, цифровое неравенство и конфликты в новом мультиплатформенном пространстве и многое другое. Сегодня медиапространство развивается в очень, скажем так, высококонкурентных условиях. И я думаю, каждый из нас с вами ощущает тот медиашум, давление, большое количество разнообразных медиапродуктов. Воздействие именно на целевые группы аудитории – это вопрос очень актуальный. И как раз наше направление нейромаркетинговых исследований, оно связано с изучением специфики восприятия медиатекста, целевой аудитории с помощью таких технологий, как айтрекинговые технологии, ЭЭГ-использование, и в дальнейшем повышение эффективности создания такого медиапродукта для современного медиапространства. Вместе с зарубежными участниками на форуме выступили руководители и преподаватели ведущих факультетов журналистики из Москвы, Санкт-Петербурга, Уральского федерального округа, Дальнего Востока и других регионов страны. Отметим, что форум направлен на развитие коммуникации для укрепления глобального журналистского образования. Я сожалею о том, что круглый стол не прошел в вечном формате, но из-за ковида это оказалось невозможным. Поэтому я рад, что все-таки это замечательное мероприятие проходит онлайн под руководством ЮНЕСКО и Всемирного совета по журналистскому образованию и ЭШТА на базе ЮРГУ. Я нахожусь под большим впечатлением от той работы, которая была проделана, от программы докладов, которая была сформирована, и в особенности потому, что и влазь подготовка к конференции ЭШТА два года назад. Но то, как вы адаптировали это мероприятие, абсолютно замечательно, правда. Искусственный интеллект активно входит в повседневную жизнь людей. В журналистике новые технологии позволяют производить больше контента и более эффективно представлять информацию аудитории. Симбиоз машины и человека делает журналистику расширенной, дополненной за счет искусственного интеллекта. Конечно, искусственный интеллект не может нас всему научить и заменить нам, ну, всеобщего советчика. У каждого должна быть своя голова на плечах. Но мы должны использовать эту технологию. Я вот вижу, это оперативное получение той информации, которую нам нужно. Потому что вот все эти интернет, ну, это огромная сеть, в которой огромный объем информации. И для того, чтобы нам оттуда информацию выбрать, соответствующего плану, конечно, искусственный интеллект нам будет очень помогать. Вот в этом плане я вижу его большое преимущество для нашей жизни, особенно для образования и науки. По словам модератора Конгресса Анны Красавиной, на открытии присутствовало более 150 специалистов со всего мира. Это еще раз подчеркивает актуальность темы круглого стола. Ведь будущее за коллаборации искусственного интеллекта и журналистики. Как отмечают организаторы, форум внесет большой вклад в совершенствование процесса подготовки медиа-специалистов во всем мире. Ну, на самом деле, мероприятие такого масштаба не так часто проводится и кафедрой журналистики, и институтом. Поэтому я могу сказать, что это пример очень успешного проведения такого мероприятия. Действительно, было привлечено много специалистов, помогали технические службы, и, конечно, все кафедры, и институты. В общем и целом, все прошло гладко. Участники Международного круглого стола выразили слова благодарности организаторам. Отметим, что каждый из участников Конгресса получит сертификат международного образца.